США и НАТО разрушили международное право США и НАТО разрушили международное право Это подчеркивали многие участники конференции Свою позицию относительно современных вызовов и угроз глобальной безопасности и возможных направлений сотрудничества по противодействию им изложили в ходе выступлений на пленарном заседании многие участники конференции В частности, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков рассказал о белорусском взгляде на повышение уровня безопасности и доверия в европейском регионе По его словам, выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности открыл ящик Пандоры в Европе Мы сегодня видим, что параллельно с созданием на территории Европы инфраструктуры противоракетной обороны идут испытания новых видов военной техники Гонка вооружения запущена, а Европа лишь втягивается в эти процессы не имея на них никакого влияния, отметил белорусский министр Он также подчеркнул, что в условиях, когда американский ядерный зонтик становится слишком дорогим и опасным а британский ненадежным, в европейских государствах делают ставку на наращивание ударных средств в обычном снаряжении причем усилия сосредоточиваются на ракетном вооружении Реактивные системы залпового огня, ударные дроны становятся очень модным трендом Даже старые бомбы, которые хранятся на складах Европы придумали запускать с помощью стоящих на вооружение систем залпового огня оснащая эти бомбы простейшим ракетным двигателем Белорусский министр также отметил, что Польша и прибалтийские страны хотят прикрыться войсками НАТО и США завлекая их на свою территорию Польша предлагает финансировать постоянное размещение на своей территории дополнительной американской дивизии строительства американской военной базы Схожие точки зрения придерживаются и прибалтийские государства Этот путь, подчеркнул Равков, не имеет продолжения, он будет только расшатывать баланс сил на континенте Причем формируемый дополнительный военный потенциал уже сегодня размещается вблизи границ Республики Беларусь что объективно вызывает нашу озабоченность, сказал министр Он также отметил, что осенью, в сентябре-октябре этого года на территории России пройдет учение ЩИТ Союза-2019 Оно должно продемонстрировать эффективность региональной группировки войск двух государств Когда США и НАТО в 1999 году осуществили бомбардировки Сербии, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения умерла система международного права Об этом в своем выступлении заявил министр обороны Сербии Александр Вулин В 1999 году были убиты сотни наших детей, напомнил он Они хотели убить Сербию, а на самом деле убили международное право Сербия во главе с президентом Александром Вучичем восстала, но международное право нет Сербия жива, а международное право все еще мертво Глава Минобороны Сербии заявил о том, что сегодня идет борьба за право небольших народов выбирать свой путь за их право быть защищенными общими правилами и нормами, а также международной системой безопасности Завершая свое выступление, Александр Вулин рассказал о нейтральном в военном плане статусе Сербии Это тяжелый, но честный путь, отметил он, уточнив, что его страна не намерена вступать в НАТО, даже если она останется последним государством в Европе, не состоящим в Североатлантическом Альянсе В свою очередь, выступая на пленарном заседании, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев особо отметил, что сохраняется конфликтный потенциал в международных отношениях Девальвируются механизмы и договоренности о контроле над вооружениями, а меры, предпринимаемые для преодоления кризисов и устранения напряженности, не всегда приносят желаемые результаты По сути, мы наблюдаем развал международной системы сдерживания роста вооружений С учетом современных тенденций наши компетентные органы, по словам Лебедева, сообща противодействуют использованию информационных технологий для распространения экстремистских идей и привлечения в ряды террористов новых сторонников Особое внимание в своем выступлении Сергей Лебедев уделил предстоящему в 2020 году 75-летию победы в Великой Отечественной войне Один из самых значимых и почитаемых праздников в Содружестве День Победы в Великой Отечественной войне Великое наследие победы является важной духовной ценностью, нравственным ориентиром для послевоенных поколений по установлению справедливого и безопасного мира, сказал он при этом И напомнил, что главы государств СНГ объявили 2020 год годом 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов В Содружестве утвердили план основных мероприятий по подготовке и празднованию этой знаменательной даты В своем выступлении генеральный секретарь ОБСЕ Томас Грименгер особо остановился на проблеме украинского урегулирования Сейчас нужен новый политический импульс для того, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности и найти решение кризиса Это не только будет способствовать сохранению жизни людей и стабилизации ситуации на Украине, но обеспечит дорогу к восстановлению доверия между Россией, Украиной и Европой, сказал он при этом Грименгер выразил надежду, что с избранием нового президента Украины также будет придано новый импульс выполнению минских договоренностей Мария Томиленко, красная звезда